Здравствуйте! Я Наталья Дуброва. Привет! А я Татьяна Комарова. Эвхаристон. Спасибо по-гречески. Спасибо, что смотрите. Сегодня наше яркое путешествие по греческим островам. Мы вам расскажем самое увлекательное в нашем круизе. Об этом круизе вы можете посмотреть наше недавнее видео. Мы увидели красивейший Родос, великолепнейший Миколос, просто потрясающий Санторини. И даже заехали в Турцию. И побывали в древнейшем городе-гузее Эфиз. А для тех, кто досмотрит до конца, наш маленький секретик. Он будет полезен путешественникам, особенно самостоятельным путешественникам. А больше всего меня восхитил Санторини. Когда мы рано утром вышли в порт, и я увидела эти бело-голубые домики высоко на скалах, у меня от такой красоты просто защемило сердце. Я много видела в жизни разной красоты, но такого я не видела никогда. Из старого порта можно подняться в город только двумя путями. Это ослики и фуникулер. И нигде, наверное, больше такого нет. Театр природы. Весь мир едет на Санторини смотреть закат. Просто слезы наворачиваются, когда по всему городу раздаются аплодисменты, когда солнце слиться в моду. Миконос. Это очень модное, дорогое тусовочное место. Там великолепные шлистараны, бары, яркая личная пушица, прекрасные пляжи. Мы были на самом знаменитом пляже. Парадис. У нас на Миконосе было дело. Мы искали Петроса. Петрос – это пеликан. Это символ острова Миконос. Старая пеликана перелетала Миконос, и Петрос не смог лететь дальше и остался на Миконосе. Местные жители его обхаживали, кормили и сделали символом города. Петрос жил, жил, жил и состарился и умер. Жители Миконоса взяли другого пеликана. Опять его сделали символом острова. И теперь в районе рыбного рынка ходит, ест рыбку. Убитанный такой симпатичный пеликан. Фотографироваться он с нами не захотел. Он куда-то там убегал в районе рыбного рынка. Но в следующий раз мы поедем на Миконос обязательно ради пляжей и ради фотографии с Петросом. Наше путешествие и начиналось, и заканчивалось в Афинах. В любом новом городе мы очень любим двухэтажные туристические автобусики. А сейчас время для маленького секретика. Мы забронировали наши билеты на автобус онлайн, еще дома. А потом в Афинах обменяли их на вот такой вот билет. И Наташа еще очень строго говорила, его ни в коем случае нельзя потерять. Билет был действительным двое суток. Первый день мы благополучно катались по Афине, нам слушали экскурсию. А на второй день выяснилось, что билет я потеряла. Ну мы взяли наше онлайн бронирование, пошли на остановку этих автобусов с намерением что-то объяснить. Они взглянув на наше онлайн бронирование, тут же дали нам второй билет. Опять на двое суток. И вот это наш новый билетик, который нам дали с десятого на двое суток опять. Наш корабль уходил с десятого числа и возвращались мы с шестнадцатого. А если посмотреть внимательно, вот сюда, десяточка очень легко легким движением руки превращается в шестнадцать. Это я сейчас вам говорю не для того, чтобы вы исправляли цифры в билетиках. У нас так вышло случайно. Просто есть подозрение, что по онлайн бронированию дают билет. Было оно активировано раньше или нет? Мне кажется, значения не имеет. Это не проверено. Можете попробовать. И в результате мы пользовались этим туристическим автобусом четыре дня. Как такси. Однажды утром мы ехали на нем на пляж вдвоем. Как королевы. Под серпаки. Подпишитесь на наш канал. Мы вам еще кое-что интересное расскажем. До новых волнующих встреч. Пока-пока.